Если вы не видели этого человека в лицо, то вы точно видели его работы. Большая часть пиццерий открывалась по его рендерам и дизайн-проектам. Человек, который знает, как зарабатывать дизайном, как делать красивые и продающие пиццерии. Олег Кулик. Дизайн. Возврат инвестиций. Коллеги, друзья, привет. Хотел представиться дополнительно, но меня уже представили, поэтому перехожу непосредственно к теме своего доклада. Я намеренно ее заклавил таким фундаментальным для бизнеса понятием, как возврат инвестиций, чтобы заинтересовать наших уважаемых партнеров-бизнесменов этой важной, действительно важной темой в нашей работе. Несмотря на то, что эта тема, вообще тема дизайна достаточно растиражирована и популярна, по-настоящему правильное представление есть далеко не у всех людей. И по мнению Стива Джобса, который сам не являлся дизайнером, но внес неоценимый вклад в правильное понимание, правильный подход к этой теме, дизайн – это не то, как продукт или товар выглядит, а то, как он работает. И действительно, посмотрим на вот эту картинку. Это внутренности макбука. На мой взгляд, здесь прекрасно все – и симметрия, и организация, и взаимоотношения между элементами. Но, тем не менее, эту картинку видят только гики, которым хочется посмотреть внутрь своего компьютера, ну или специалисты сервисных центров, которым просто по долгу службы приходится это видеть. Вряд ли все из них являются истинными поклонниками дизайна в полном смысле слова. Но, тем не менее, для чего тогда нужно это? А эта картинка говорит многое о культуре создателя этого продукта. Эта картинка говорит о том, как они думают, как они принимают решения. И действительно, я уверен, что многие из вас смогут подтвердить, что макбук так же хорошо выглядит снаружи и так же хорош в работе, как он выглядит внутри. Современный дизайн – это очень комплексное понятие, и он состоит из множества разных направлений, и лишь часть из которых здесь перечислена. К чести компании Dodo Pizza можно сказать, что все перечисленные виды дизайна, так или иначе, активно участвуют в работе и развитии компании. Мало того, согласно системе ранжирования, разработанной датским дизайн-центром, можно компанию Dodo Pizza позиционировать именно на самую верхнюю ступень. Это дизайн, в которых рассматривается как стратегия бизнеса. Для сравнения, лишь 21% по исследованиям компаний попадает именно на эту ступень. Я думаю, что это очень хороший показатель. Так что же такое дизайн? Дизайн – это творческая организация качества объекта для достижения оптимальных функциональных эстетических целей в соответствии с посылом бренда. Как и любой творческий процесс, в нем есть какие-то непредсказуемые элементы, но тем не менее, в отличие от других видов творчества человеческого, в дизайне всегда есть конкретный заказчик и конкретные цели. С точки зрения бизнеса, это традиционные всем вам известные цели, увеличение денежного потока, сокращение расходов, увеличение оборотов и накопление нематериального капитала. Что это значит? Это просто ценность бренда. Чтобы не превращать мою короткую презентацию в целый курс лекций, предлагаю ограничиться именно на том виде дизайна, в котором мы специализируемся. Это дизайн интерьера. Цели дизайна переходят в задачи дизайна интерьеров в виде вот таких конкретных абсолютно пунктов. Это трансляция информационного посыла бренда, создание атмосферы, создание комфортной и удобной в использовании обстановки, а также практичность в реализации и обслуживании. Для примера обратимся к опыту компаний наших старших партнеров, можно сказать, по цеху, как эти принципы действуют и работают у них. Посыл бренда, выражаясь словами Жан-Мари Шилдс, это менеджер глобальных трендов, есть такая позиция у Starbucks, она выразила отношение к бренду как к другу. То есть для нее, в ее понимании, бренд и ее посыл – это как старый добрый друг, который много путешествует, который много знает, хорошо образован, и он в то же время дружелюбный, понятный и доступный. У компании есть собственные подразделения дизайна, у них несколько офисов, разбросанных по всему миру, но в то же время для создания конкретно этого объекта – это кофейня в японском местечке Дайзафу Тенмангю Омотесандо. Они привлекли заслуженного японского архитектора Киэнга Кума, который работает как раз в таком стиле деревянной архитектуры. И что же он предложил? Он предложил оформить кофейню с помощью порядка двух тысяч таких деревянных брусьев, специальным образом размещенных на стенах и потолке. Я представляю, что бы сказал Илья Фарафонов, если бы я предложил что-то подобное сделать для розничной компании. Как мы будем это все мыть? И действительно, если вернуться к тем задачам дизайна интерьера, на мой взгляд, последние два пункта здесь просто провалены. Это комфорт и удобство и практичность в реализации обслуживания. Но, тем не менее, первые два пункта выполнены настолько эффектно, настолько важно, что перекрывают недостатки остальных двух. Но, кроме того, сама эта кофейня, и это немаловажно, может быть, даже это основной момент, она расположена на улице, ведущей к одному из древнейших храмов Японии. И по этой улице ежегодно проходит порядка двух миллионов посетителей. И я думаю, что почистить каждый день эти две тысячи палочек – не такая же большая цена для того, чтобы завлечь два миллиона потенциальных покупателей. Немного контрастный пример, где точно так же применены все эти принципы. Это тоже кофейня Starbucks, но уже просто в центре европейской столицы. Здесь точно так же транслируются ценности бренда, это гостеприимство. Точно так же создается уютная, комфортная обстановка. Это все практично и реализуемо. Но выглядит это, конечно, не так эффектно, как первый пример. Но благодаря картинке это выглядит совсем неэффектно, к сожалению. Второй участник нашего обзора – это тоже один из метров, это Макдональдс. Их посыл бренда можно выразить словами Дона Томпсона, теперь уже бывшего гендиректора. Люди сперва едят глазами. И добавил, что в красивом ресторане еда вкуснее. На самом деле компания Макдональдс, как мы все знаем, потребовалась более полувека, чтобы переориентировать свой подход к клиенту и начать создавать более уютные интерьеры, располагающие для более длительного пребывания и общения. Здесь мы видим уже приглушенный свет, естественные, по крайней мере, по внешнему виду материалы, необычные дизайнерские решения в отделке. Таким образом, на второй картинке мы видим еще один пример Макдональдса. Это новый ресторан в торговом центре в Вильнюсе. И здесь мы видим практически возврат к тем изначальным ценностям. Здесь все пластиковое, но тем не менее оно все выглядит очень броско и привлекательно. Вот даже эти диванчики, они очень жесткие. Функционально здесь все качественно организовано, но тем не менее посыл все равно уже не совсем тот. Если подытожить все вот эти разобранные примеры, можно сделать вывод, что все задачи важны в той или иной степени, но не менее важен баланс, в котором они участвуют. И вот этот баланс, он зависит от местоположения и формата конкретного заведения. Как же эти принципы работают на ДОДО? Мы стремимся к тем же целям и выполняем те же самые задачи. И работаем со следующими элементами. Это пространство, зонирование, отделка, мебель, свет и декор. Рассмотрим каждое из них по отдельности. Пространство для нас это данность, это те помещения, те пиццерии, которые вы выбираете, вам согласовывает управляющая компания, и которые запускаются в производство. Мы работаем уже с тем, что нам дается. И по опыту могу сказать, что красивую, хорошую пиццерию можно сделать практически в любом пространстве. Но есть пару моментов, на которые стоит обратить внимание. Некоторые из них, кстати, перечислил Владимир в своем предыдущем докладе. Я лишь дополню, что помещения с неправильной формой, с острыми углами, круглой или других странных форм, могут снижать эффективность использования пространства. Также снижается эффективность в фрагментированных помещениях с площадью отдельных залов менее 20 квадратных метров. Дело в том, что мы смотрим на общую площадь, она может нам подходить по параметрам, но каждый конкретный зал может вмещать не такое соотношение посадочных мест. Ну а также это помещение с низкими потолками, 2,4 метра и ниже. В качестве примера предлагаю рассмотреть вот такую пиццерию. Это подвальный этаж исторического здания. И здесь, как вы видите, очень много мелких разных комнат и кабинок. Для сравнения, средний показатель расхода площади полезной зала на одно посадочное место у нас порядка полутора. В этой пиццерии он доходит до 2,06, что эффективность использования на 30% меньше, чем стандарт. Также немаловажно для нас функциональное зонирование помещений. Здесь мы ориентируемся на следующие принципы. Мы очень большое внимание пристальное уделяем связи между входом и кассой. Клиент должен непосредственно со входа сориентироваться и понять, куда ему двигаться дальше, куда ему платить деньги. Также мы большое внимание уделяем группировке распределения зон по типам использования, а также по типам посадочных мест. Это обязательно должно учитывать соседство и сочетаемость этих функций. Не менее важным являются связи между зонами. И не только пешеходные, а сейчас это уже и проезды, так как все пиццерии, в которых теоретически может получить доступ любой инвалид, мы делаем доступными в том числе и для инвалидов. Не менее важно визуальное разнообразие посадки, чтобы наши пиццерии не выглядели как просто классом с расставленными столами и диванами. И важный момент организационный, на который мне хотелось бы обратить внимание. Мы запустили программу по сближению дизайна и проектирования зала и кухни. Наша цель – выдавать один цельный проект, чтобы еще больше повысить эффективность изначальной даже нарезки пространства на основной функциональной зоне. В качестве хорошего примера и исходного пространства, и организации могу привести вот такую пиццерию, где касса расположена непосредственно против входа. На пути от входа к кассе мы располагаем барную посадку, которая достаточно комфортная для того, чтобы находиться в проходной зоне. Затем остальную посадку, тоже разделенную по типам использования. В частности, в этом углу у нас расположена детская комната, и непосредственно в ее близости – это семейная зона. В дальней части расположены блок санузлов. И никто никому не мешает, но в то же время это всем доступно. Еще одним элементом наших пиццерий является отделка и меблировка. Здесь мы подходим следующим образом. Мы тщательно сочетаем различные материалы, цвета и декора в зависимости от формата и концепции. Также мы подбираем посадочные места, опять же, с привязкой к формату и концепции. Вот один из примеров, о которых уже говорила Юлия, и которые наверняка вы видели живьем первомайское. Это один из подходов, где комфортность мы не ставим на первое место, но за счет этого увеличиваем оборачиваемость. Мы стараемся найти оптимальные габариты конкретных элементов мебели, в частности, это стулья, это диваны. Запустили уже в нескольких пиццериях со Стасом Семеновым диваны со спаренными спинками, которые позволяют экономить площадь. Мы используем фиксируемые столы к полу, это позволяет избежать лишнего менеджмента по расстановке столов, и также прорабатываем возможность фиксации барных стульев. Мы используем долговечные материалы, и поверхности, особо подверженные износу, мы дополнительно защищаем покрытием. Таким образом, мы учитываем весь жизненный цикл пиццерии и подразумеваем какую-то ремонтопригодность. Важной инициативой из последних является сертификация поставщиков. Все поставщики, которые работают с Дудо-Пиццей, должны неукоснительно выполнять наши стандарты и требования и в обязательном порядке согласовывать с нами любые замены, для того, чтобы в итоге все наши пиццерии были выполнены на одинаково высоком качественном уровне. Светодекор завершающий, но тем не менее один из самых важных элементов, потому что именно свет, качественный, теплый, контрастный свет создает вот эту хорошую и уютную атмосферу. Для практичности мы используем светодиодные лампы. Опять же, не каждая лампа подойдет. У нас очень четкие и строгие критерии подбора света. Это, скажу сразу, дорого, вызывает много нареканий у партнеров, но тем не менее нужно понять, нужно прийти к набору поставщиков, которые смогут предложить оптимальные цены, но с учетом наших требований. Декор создает настроение, а некоторые элементы, такие как фотообои и клинкер, выполняют сразу две функции. Они и декоративным покрытием являются, и в то же время защищают стены. Посыл бренда передается, в принципе, всеми этими элементами, но дополнительно подкрепляется информационными материалами и тэблтентами. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ